Сотни образцов вооружения и боевой техники. Международный форум «Армия-2022» начал работу в подмосковной Кубинке. Своё участие подтвердили делегации из 70 стран. В парке «Патриот» работают и представители Ульяновской области. Региональные предприятия выставили свою продукцию сразу на семи площадках. Увидеть здесь можно не только традиционную технику, но и новейшие инновационные разработки. Как раз такие представила компания «Эйртек». Мы сегодня привезли наши наработки в области тренажёров дополненной реальности. Это тактический тренажёр для вооружённых сил РФ, как для подготовки, так и для отработки навыков. Это химический тренажёр, который может применяться войсками радиохимической защиты, также для отработки и сопровождения непосредственно на поле деятельности. На площадке форума глава региона провёл переговоры с руководителями федеральных структур. На них обсудили загрузку ульяновских промышленных предприятий, привлечение дополнительных средств. Ещё одна тема – создание технопарка радиоэлектронной промышленности. Крупные концерны зайдут сюда в качестве резидентов. Этот проект мы планируем реализовывать в следующем году. Будут закуплено специализированное оборудование по заказу этих резидентов. Так в регионе планируют развивать радиоэлектронное направление. Кроме того, Алексей Русских добавил, что сейчас тесно работает с Министерством обороны Российской Федерации. В основном по теме создания новых комфортных условий для обучения юных суворовцев области. Для этого на форуме подписано соответствующее соглашение. Суворовское училище у нас исторически присутствует в регионе. Но те корпуса, в которые сейчас занимаются ребята, они уже не соответствуют санитарно-техническим требованиям. Будет построено абсолютно новое, на 20 гектарах земли. Земельный участок мы уже подобрали, на левой стороне волки. Этот участок в Заволжском районе Ульяновска. Он находится в федеральной собственности. Сейчас ведется межведомственное взаимодействие по реализации проекта.